Урок занимательной косметологии номер два. На сей раз мы будем с вами подробно обсуждать серию Блюм. Курс на омоложение, вечная красота и молодость. Собственно, жажда вечной красоты и молодости толкает лабораторию искать разные пути и способы достижения того самого искомого результата. Серия Блюм. Совместная разработка лаборатории Найолис из прекрасного города Бордо и лаборатории Фаберлик. В чем заключается инновационность и уникальность нашей совместной разработки? Мы стремились создать максимально естественную, максимально органическую и максимально натуральную серию. И у нас получилось. Почему и как мы это делали? Уникальная технология, которая создана лабораторией Найолис заключается буквально следующим. Ранее мы использовали исключительно экстракты растений. Что такое экстракт? Мы берем цветочки, ягодки, корешки, кладем в какую-то специальную емкость, заливаем специальным растворителем и далее все это должно какое-то время экстрагироваться. Все, что попало вот в эту самую жидкую среду, это будет растительный экстракт. Далее только мы тогда его использовали в наших формулах. Но растительный экстракт – это лишь малая часть и доля того, что несут в себе растения. Это всего лишь капля в море активных ингредиентов силы и энергии растительных клеток. Теперь мы не используем растительные экстракты. Мы берем настоящие живые клетки растений. Дело в том, что лаборатория Найолис способна получить из одной маленькой клеточки, из листочка, из корешка, из цветочка достаточное количество тех самых активных клеток. Это не просто клетки. Берется маленький кусочек растения, из него выращивается достаточно объемная биомасса. Эта ткань называется меристима. Это не просто экстракт, это настоящий сгусток энергии из живых клеток. Фактически каждая клетка сохранила в себе все свойства самого материнского растения. И далее эти клетки подвергаются уже дополнительной обработке. Их сублимируют, то есть из них удаляют влагу. Клетка становится достаточно маленькой. Она уже способна преодолеть барьерный слой кожи. Но лаборатория Фаберлик пошла дальше. Мы создали уникальную систему доставки. Клетки, которые мы получили способом выращивания биомассы в лаборатории Найолис, мы поместили внутрь биокапсулы, размеры которые столь малы, что она совершенно беспрепятственно способна проникнуть сквозь неповрежденный кожный барьер. Это очень важно, потому что кожа, она не пропускает внутрь никакие активные ингредиенты. Для того, чтобы преодолеть этот самый барьер, требуется его разрушить или создать какие-то особые специальные условия. В данном случае биокапсула имеет структуру мембраны клеток, и кожа воспринимает ее буквально как родную, потому что биокапсула обладает свойствами биомиметика. Она родная для кожи, она ей гомологична, она легко встраивается в эпидермальный барьер, она легко преодолевает его и попадает в самые глубокие слои кожи. Там происходит чудо. Капсула раскрывается, клетки растительные выходят и начинают отдавать в окружающей ткани весь потенциал, который был в живой клетке. Микроэлементы, пептиды, все активные молекулы, которые были внутри живой клетки, начинают активно взаимодействовать с кожей, точнее с ее более глубокими слоями, провоцируя образование новых структур, стимулируя синтез коллагена, восстанавливая плотность кожи, насыщая кожу влагой и так далее. Поэтому Блюм – это не просто омолаживающая серия. Блюм – это еще и уникальная технология. Кстати, не успев выйти, косметика получила уже номинацию «Лучший товар года» в категории «Косметические средства», и мы этим должны гордиться. Цветение начинается с возраста 35+. К великому сожалению, в этом возрасте начинают появляться первые признаки увядания кожи. Точнее, малозаметные стигматы возраста начинают проявляться на лице. И начинаем мы ухаживать за кожей активно, омолаживать ее серией 35+. Жасмин. Клетки жасмина, которые находятся внутри всех наших препаратов серии 35+, те самые желтенькие баночки, содержат уникальную способность защищать кожу. Защищать не только от агрессии внешней среды, но еще и от ультрафиолета, и даже от голубого света экрана компьютера и ваших гаджетов. Кроме всего прочего, клетки жасмина наполняют изнутри кожу влагой, делая ее упругой и эластичной. Кроме всего прочего, жасмин еще и обладает уникальной антиоксидантной способностью, тем самым защищая кожу еще от действия свободных радикалов. А это защита и от старения кожи. Серия Блюм 35+, жасмин. Их главная задача – предотвратить преждевременное старение и сделать кожу более долгий период молодой и цветущей. Цветение продолжается. 45+, тот самый прекрасный возраст, когда уже многое сделано и многое достигнуто. Очень хочется оставаться бодрой и молодой, и этому поможет серия с туберозой. 45+, клетки тубероза, упакованные в биокапсулы, будут прежде всего заботиться о сохранении и увеличении упругости кожи. И главная задача – это синтез коллагена. Изнутри клетки туберозы будут воздействовать на системы, отвечающие именно за синтез опорных белков кожи. Поэтому после курса использования серии 45+, кожа будет сохранять эластичность, упругость и плотность. Это очень важно к возрасту 45+. Ну и, наверное, пик цветения – 55. В этом возрасте, к сожалению, уже накопились достаточно серьезные поломки, и их нужно исправлять. 55 – ирис. Самый омолаживающий активный цветок, который можно найти на этой земле. Ирис сам по себе необыкновенно прекрасен и обладает столь же прекрасно эффективным способом сохранять и восстанавливать молодость кожи. Что делают клетки ириса? Прежде всего, они латают все поломки, которые скопились за эти годы в коже. Кроме всего прочего, клетки ириса способствуют еще и активной регенерации кожи. Клетки ириса восстанавливают плотность кожи, делают ее более подтянутой и, главное, отвечают за так называемый лифтинг-эффект. Делают овал лица более очерченным, скулы более молодыми. И та самая так называемая V-шейпинг-терапия, когда овал лица из буквы «У» мы будем превращать в букву «В», когда вы были молоды. Именно такой овал лица был у вас. Итак, 55+, серия с ирисом. Клетки ирисов, лифтинг, упругость, омоложение и регенерация тканей кожи. Ну а теперь мы приступим к практической части урока номер два. Омоложение кожи лица с помощью серии Блюм. Как сочетать, с чем использовать, как последовательно наносить препараты, когда их применять и как правильно наносить средства. Легкий урок массажа вам тоже покажем мы сегодня. Сегодня со мной вместе работает косметолог, эстетист Светлана Михайловна Михайлова, тренер, сертифицированный тренер многих марок. Светлана Михайловна обладает действительно уникальным опытом и 25-летним стажем работы в косметологии. Следите за руками, они двигаются абсолютно правильно. И попытайтесь повторить все ее движения для того, чтобы получить максимальный эффект. Практическая часть урока номер два. Как правильно пользоваться серией Блюм и как сочетать препараты с другими сериями. Итак, поскольку в серии Блюм нет очищающей линейки, то мы предлагаем и очень рекомендуем применять средства для очищения кожи из других серий. В нашем случае очень хорошо будет серия Блюм сочетаться с серией Аксиологи. Кислород и клетки растений – это то, что ей кожа необходимо. Итак, серия Аксиологи. Берем непременно мицеллярную воду, пенку для умывания, тоник для очищения кожи. Далее необходима еще серия препаратов в серии Эксперт. Все средства для глубокого очищения кожи. Это для того, чтобы стимулировать более активно процессы регенерации и репарации кожи. Итак, первый этап – демакияж, мицеллярная вода. Кожу нужно тщательно очистить и привести в состояние готовности к дальнейшим процедурам. Берем ватный диск, смачиваем его мицеллярной водой и по массажным линиям протираем кожу, тщательно освобождая от загрязнений и макияжа. Для того, чтобы не растягивать кожу вокруг глаз, нужно взять ватный диск, смочить мицеллярной водой и нанести, наложить буквально в виде компресса на пароорбитальную зону, на зону век. Оставить на пару минут и затем легким движением снять тушь и вообще макияж с области глаз с помощью мицеллярной воды. После того, как мы тщательнейшим образом удалили поверхностные загрязнения и макияж, нужно удалить саму мицеллярную воду. Существует заблуждение, что мицеллярную воду не смывают. Смывают, потому что в составе мицеллярной воды есть всегда поверхностно-активные вещества, их нельзя оставлять на коже, это детергенты. Поэтому следом непременно нужно либо просто умыть водой, либо кожу умыть водой, либо умыть тщательнейшим образом пенкой. В нашем случае мы будем использовать пенку Axiology. Пенка всем известна, она очень понятна и очень удобна. Несколько нажатий, нежная пена распределяется по поверхности кожи, опять массируется одну-две минуты поверхность кожи и далее самым тщательным образом смывается водой. После того, как вы тщательно смыли водой пенку, кожу следует промокнуть, потому что следующим этапом это будет еще одна важная процедура. Поскольку модель имеет достаточно тонкую кожу с признаками гиперпигментации, и даже если нет признаков гиперпигментации, нужно просто стимулировать обмен клеток кожи, мы будем использовать дополнительно препараты из серии Expert. Берем нашу замечательную серию ABC, и новый препарат это тоник ночной обновляющий, но в данном случае он у нас не ночной, а как промежуточный этап легкого микропилинга. После пенки наносим небольшое количество тоника эта процедура будет стимулировать процесс разрыхления эпидермиса, удаление отмежных клеток, осветление тона кожи и обновление кожи в целом. Поэтому следующий этап внедряем в процедуру Blume наш замечательный новый ночной обновляющий тоник с АХ кислотами, молочной кислотой и ферментами. Прекрасный препарат для ежедневного применения. Обратите внимание на массажные движения. Это очень полезно освоить несколько массажных движений. Даже пару минут, которые вы сможете посвятить своей коже лица ежевечерне, просто подтягивая кожу вверх, это позволит укрепить кожу, уменьшить проявление гравитационного птоза, деформацию овала лица. И самое главное, подобные массажные движения прекрасно тонизируют кожу. Это дополнительный эффект, дополнительный стимул для регуляции процесса регенерации и обновления кожи. И самое главное, вы тренируете еще и мышцы лица таким образом. А мышцы – это тоже каркас, это тоже то, что поддерживает кожу изнутри. Немножко времени себе, и эффект будет значительно лучше. После того, как процедура нанесения лосьона закончилась, и легкими массажными движениями вы внедрили его в глубокие слои кожи, точнее в роговой слой, самый верхний слой кожи, прошел процесс растворения так называемого цемента, который скрепляет чешуйки рогового слоя эпидермиса, самого верхнего слоя кожи. И теперь кожа с благодарностью будет воспринимать все остальные процедуры. Остатки лосьона мы не смываем, мы просто дальше поверх его будем наносить тоник, точнее протрем лицо небольшим количеством нежного тоника, который насытит кожу влагой, достаточно восстановит ее барьерные функции и так называемую кислотно-мантию кожи, которая тоже очень важна для того, чтобы кожа чувствовала себя абсолютно здоровой. Смачиваем ватные диски тоником и по массажным линиям быстро протираем кожу лица. В течение короткого времени вы действительно почувствуете ощущение свежести и увлажненности кожи. Итак, теперь основной этап ухода за кожей, тот самый процесс омоложения регенерации, восстановления защиты. Он состоит из двух этапов. Первое – это сыворотка, активная сыворотка с капсулами жасмина. Далее – крем для лица и крем для век. Сначала наносим сыворотку. Несколько капель сыворотки, буквально несколько по капле наносим на область лба, щек, нос, подбородок, шея и область декольте. Разносим тонким слоем по всей поверхности кожи. Впитываем с помощью пальцевого душа, буквально вклепываем ее в глубокие слои кожи. Сыворотка довольно быстро проваливается достаточно глубоко и, собственно, поскольку кожа была готова ее восприять, процесс регенерации уже запустился. Далее, не смывая сыворотку, берем крем и наносим его тонким слоем на поверхность кожи. Мы, конечно же, как профессиональные косметологи, используем кисточку, но вам кисточку использовать не обязательно. Небольшое количество крема, лучше забрать его шпателем или ложечкой из банки, буквально 3 мл. Нужно распределить по коже лица, шеи и декольте. Наносим тонким слоем и опять делаем то, что так называемый пальцевой душ, вклепывая крем в глубокие слои кожи. После того, как крем впитался, в сущности процедура закончена. Не забудьте еще про крем для век. Итак, заканчиваем процедуру нанесением крема для век. Очень небольшое количество наносим только на нижнее веко. На верхнее веко крем для век обычно не наносят, если нет специальных указаний. Крем для век всегда наносят строго по массажным линиям от виска к носу, от внешнего угла глаза к внутреннему углу глаза. Если вы будете делать ровно наоборот, то создадите дополнительные условия для появления мимических морщин, потому что это то, что называется против шерсти. Мышцы глаза, круговая мышца глаза расположена именно в том порядке, то есть нужно двигаться от внешнего к внутреннему углу глаза. Тогда вы избежите преждевременного появления мимических морщин. Но в сущности все, процедура закончена. У нас универсальный крем, он и дневной, и ночной. У нас универсальный крем для лица и для кожи век. У нас универсальная сыворотка, поэтому все три препарата вы применяете утром и вечером. Ну а вечером не забудьте про тщательную систему очищения кожи, которую мы вам продемонстрировали ранее. То есть серия Oxiology, мицеллярная вода, пенка для умывания, тоник. И обязательно, обязательно добавьте в систему ухода Блюм серию Эксперт, а именно препараты АБЦ с гликолевой кислотой, которые будут помогать регенерации, репарации кожи и ускорять ее процесс обновления и осветления. Это очень важно, потому что мы работаем со зрелой кожей, а зрелая кожа нуждается в ускоренном обновлении. Поэтому сочетание Блюм, Oxiology и гликолик дадут вам максимальный эффект омоложения кожи. Программу ухода Блюм всегда сочетайте с другими сериями, а именно серия Oxiology для очищения. И не забывайте, не забывайте добавлять серию Эксперт, а именно препараты на основе гликолевой кислоты. Наша замечательная АБЦ серия, которая позволит ускорить процессы обновления кожи, сделает ее более мягкой, гладкой и молодой. Цветите серию Блюм, будьте всегда молоды и прекрасны. Редактор субтитров А.Семкин